В общем, гады сковырнули нам весь район. Сковырнули весь район нам, видите? Вот здесь все застроили. Огородили, там строят новые дома. Здесь будет много народу. Наши спокойные улочки превратятся просто в не пойми что. Да, наши спокойные времена. Года через два. Мне кажется, три, но пока все заселится, да? Закончится. А вот этот яблонь, когда цветет? И это айфон-влог. Сегодня 25 мая. 25-е ведь, да? И я решила сделать айфон-влог. Видите, чисто такой майский цветочек. Короче, мы с Валерием зашли в магазин экономич. Он находится недалеко, ну не так далеко от нашего дома, но все равно достаточно далековато. И сейчас тут хотим цепануть какой-нибудь льгни. Больше те самые, как они называются? С вареной сгущенкой панкейки оладьи. Мы побывали такие в Аполли, и у нас кошка пожирала все, и нам ничего не досталось. А вот этот киндер какая-то новая штучка вышла. Вот этот, я не видела вот таких. Попробовали такие? Я не видела ни разу. Надо попробовать. В общем, у нас с Валерием сегодня сложилась старая добрая прогулочка по району. Или как это лучше назвать, Валер? Ну да. Давай назовем каким-то своим названием. Ну, влезь сюда поближе. Вот, мы, короче, идем. Вот он хлопает листочки. Через кулак. Детский сад. Вот, в общем. Сейчас я хочу... О, слышали? Сейчас я хочу зайти на почту, забрать посылки. У меня там 4 завещания пришло. Если сейчас будет такая же очередь, как вот на том пути мы шли, я туда нафиг вообще не ногой. Но надеюсь, что почта небольш... Ой, надеюсь, что очередь небольшая. И купим, значит, корма морским свинкам. Корм нашей кашундрочки. Вот, что еще-то... Что еще хотел сказать? Что-то у меня вертилось в голове. А, насчет встречи я хотела сказать. Да, в общем-то, я выложила вот сегодня влог со встречи. И, как вы можете наблюдать, в основном там маленькие и юные девочки. И после этого мне уже несколько девчонок написали. Ну, те, которые повзрослее, которым 17, 18 и уже побольше. Они мне написали, что они тоже бы пришли. Только их смущало, что будет именно много маленьких. И мне одна девочка написала, как насчет того, чтобы сделать встречу 18+. Но дело в том, что... Да, Валера, подожди. Но дело в том, что я бы и сделала, как бы, встречу 18+. Точнее, мне даже хочется самой, потому что мне интереснее все-таки со взрослыми. Сейчас вот там Валера показывает Дошили. Нет, они вывеску сменили. Смотри, там все другое теперь. Что, серьезно? А не написано Дошили? Нет. То есть пока не успели. Вот, короче, сзади меня находится Дошили. Не ходите туда никогда. Вы можете туда прийти, помазаться кремами, а выйти просто со 100-тысячным кредитом. Вот, вот, вот видите это? Не ходите. Это у меня такой антиреклама у меня здесь. В общем, я не договорила. Девочки, которые 18, постарше, просят меня делать встречу 18+. Я, на самом деле, очень даже не против, потому что мне, понятное дело, у меня с ними гораздо больше общих тем, чем, допустим, с 14-летними, да? Ну, это без обид, безо всяких, потому что это действительно так и есть все-таки, я взрослая уже. И просто, если я сделаю такую встречу, напишу 18+, я думаю, что более маленькие они обидятся. Я не знаю, как сделать. Надо ее сделать какой-то тематической, там, допустим, обсуждаем, я не знаю, косметик, там, уход, какие-нибудь жизненные, там, какие-то, может, даже семейные темы, или, там, отношения, там, с парнем, там. Вот что-то такое, что не касается личных дневников и блокнотов. Хотя многие взрослые тоже их ведут. Но все-таки, все-таки я не могу трещать часами с кем-нибудь о ведении блокнотов. Хоть я это и люблю. Мне интересно обсудить всякие жизненные темы, и все. Блокнот блокнотом, я его люблю, но обсуждать его часами я не могу с кем-то. Поэтому я буду думать об этом, чтобы сделать что-то для женщин повзрослее. Если, кстати, у вас есть какие-то пожелания, ну, или какие-то идеи на этот счет, то напишите в комментарии. Потому что у меня вот вообще пустота в голове, как это можно организовать, как это можно назвать, и как вообще все это дело провести. Потому что я бы была только за. В общем, напишите мне комментарий. Там где-то лесоповал какой-то, походу. Мама, короче, сегодня ладоши принесла. Надо нюхнуть. Вообще лепота. Короче, сейчас собираемся идти с Валерой в магазин. Сейчас вас прошу, куда пойдем? Валера! А скоро пойдем-то? Вот, в общем, я нарубилась. Моркови по-корейски, которые мне вчера подарили. И мне три за рта воняет. Вот, и в общем, не знаю, надо как-то зажрать жвачкой, запить чайком. Чем-нибудь заесть, перебить, потому что у меня несет прям чесноком конкретно. Она очень такая чесночная морковка. Вот, сейчас сходим в магазин, купим чего-нибудь, я не знаю, что-нибудь пожарю к макаронам. Ну, в общем, Валерию Леонидовичу. А сама себе хочу порезать, наверное, салатик из овощей. Да, и, кстати, я что-то замерзла. Сейчас приходила встреча с Богданом, его постригла, тут подмела, убралась. И вот залезла, в общем, под плед. Потому что мне холодно, на улице вроде тепло, а я что-то замерзаю дома. Еще мне сегодня пришло четыре посылки. В одном из них очень классные наклейки с космосом. Ну, с планетами, в общем, со звездами. Там всякие такие красивые космические штучки. Я их обязательно покажу вам в своем видео, где просто будут показывать покупки, в частности, покупки канцелярии. И хочу сделать, променить их в разворот на черный свой блокнотик. Вот, я думаю, должно получиться красиво. Короче, мы вышли из районного магаза. Валерия залипает в телефон. Очень занятой пацанчик. Я купила очень дельную книжку. Он называется «Готовим супы в мультиварке». Здесь тысяча секретов якобы. Она, кстати, очень дешевая. Потому что внутри листочки такие, ну, как в газете. Вот такие газетные листочки. Зато теперь можно сварить супец в мультиварке. И, кстати, в одном из логов надо, да, Валер, снять? Где я готовлю суп в мультиварке, да. Как раз из этой книжки. И я вам покажу, что, в общем, я сделала. Короче, я ставлю эксперимент на кухне. Я нашла в интернете какой-то рецепт. Очень интересно. Там, короче, смешивают яйца. Там с каким-нибудь мясом или с сыром. Все это с зеленью немножечко. Ну, щепотка, короче, соли. Совсем немного муки. И, ну, это типа как омлет. Все это ставят в духовку. И до того, как это дело взойдет, в общем, ждать. Вот я все это дело взглянула, поставила в духовку. И, не знаю, надеюсь, мне не пойдет через край. Я очень в это верю. Посмотрим, что получится. В общем, мне снова пришла посылка от Сурпрезатора. Все вот так вот упаковано. И здесь что-то в такой длинной тубе. Я без понятия, что там. В общем, сегодня буду снимать видео, открывать. И это достаточно увеситые подарки. Вот. Короче, это будет начало моего следующего влога. Это будет начало моего следующего влога. Эти штуки надо мной, я вообще не могу. В общем, мы лежим на склоне за храмом. Как он называется? Это какой-то, не знаю, женский монастырь был раньше. Мы лежим на склоне за женским монастырем. Пожелываем травку, как две коровки. И я такая глажу на талии. Да, это так сексуально. В общем, вы не представляете, какой здесь склон. На самом деле, если мы побежим здесь под откос, то мы врежемся хлебалом прямо в здание. Да, и еще в крапиву попадем сначала, потом врежемся в хлебалом. В хлебал? В храме сначала нас обжигает крапивой, короче, ляхи нам. А потом... Икры со всех сторон, а потом хлебалом в здание. Сейчас я покажу. Вот, короче, я не знаю, будет ли вам видно. Сейчас вот так. Вот, в общем, вот мы сидим, вот здесь наши ляшечки, там не видно ничего. И вот там здание. Там все видно, но у меня еще какой-то напаленный пуш. И вот, я не знаю, влог не передает. Надо брать GoPro, чтобы поняли, что здесь происходит. На самом деле, под откос, просто под мощный откос, Может, ты вот так вот покажешь, вот что-то видно, что вот там вот, видишь, вот так вот видно, что откос. Мы думали, что ты скромная женщина, на самом деле, ты материшься. Это развратная, развратная падла. На самом деле, я очень плохая, а от меня можно научиться много плохому, а в свою очередь плохому я научилась от Оли, от Марина. Чего? Ну давай, вали все на... А потом Марина посмотрит, Марина потом скажет. Это жесть. Это вообще экстремал. Это ты, ты, ты курил, даже на тропы смотрел. И все успевает прикуривать и мороженку съесть. Я не помню, в мае 30 или 31 день, по-моему 30. А, сегодня 31 мая, да. И мы выехали до города с Маринкой и с Андреем. Вот. На рыбалку. Да, Андрей вроде как хочет порыбачить. А мы будем рядом с ним тусоваться. И, в общем, есть чипсы со вкусом роллов Филадельфия. На обычной Филадельфии здесь. Да. Обычной Филадельфии мы с Маринкой будем заказывать на следующей неделе. Я приеду к ней в гости. Мы с ней захажем из автосуши роллов. Особенно роллов Филадельфия. И, короче, будем трескать. И я буду снимать это на камеру, чтобы вы, в общем, свою клаву там... Ой, облили слюной. И все. И клава у вас откажет и работать не будет. И вы такие скажете, спасибо, Наташа, за это. Ёпта. Вот. Вообще здесь хорошая такая атмосферка. Вот здесь дубец. Есть. Дубцы я очень люблю. Мне очень нравятся листики у дубцов такие волнистые, прикольные. Вот. И вообще... Тут еще водичка. Сейчас я сниму водичку. И свои бледные ножки вам покажу. Вот. У меня поступил запрос на канале, чтобы я почаще снимала Марину Михайловну. Только без любви. Да. Я поняла. Вот. Короче, я снимаю. Вот. Здравствуйте. Марина Михайловна. Она поздравляла меня с 80 тысячами. А сейчас у меня уже почти 91. Скоро с соткой будет поздравляем. Все. Будем поздравлять. Да, с соткой. А, кстати, сотку мы отметим этой Филадельфией. Вот. Как думаешь? Приедешь тогда на неделю, ты думаешь, у тебя будет сотка. Да нет. 10 тысяч мне не наберется меньше. Ну что, до вторника до среды-то наберется. 10 тысяч? До среды. До среды. Не, ты что, смотришь? Наберется. Не наберется. Наберется. Наберется 90 дней максимум. Да ладно. Ну и вот, короче. Будем есть в Филадельфию, праздновать соточку. Она сказала, что когда мне будет 100 тысяч подписчиков, Я ничего о таком не могу. Она расскажет вам вообще такие интимные вещи, что вы просто офигеете. Поэтому давайте ставьте это, там, большой палец вверх. Я покажу себя ниже пояса. Давайте подписывайтесь, короче. И Марина, да, откроет вам душу. Не только душу. Тело тоже. Да? Да, обязательно. Это надо ставить влог 18+, в общем, походу. Вот, вот такие дела. Ну, расскажи вот. Чего рассказать? Ну, я не знаю, как вообще там настроение вообще, что ты чуешь, что не чуешь. А что я должна чуить? Ну, не знаю. Каковы твои ощущения на данный момент? Ну, чую сейчас леща выловим большого. Хотя нет, наверное, уже. Почему? Потому что здесь... Потому что он едет обратно. А, Дюша едет обратно. Да, она нормальная. Но местечко здесь, кстати, да, так ничего-ничего. Вот, видите, соломышко прям блестит, и водичка переливается. И течение здесь такое, что если упасть в воду, и у вас отнимется нога, там, рука, то у вас течение прям понесет, понесет до ближайшей коряги, и корягу прям ртом. Главное так держаться, чтобы к бережку не сло, и все. Да, да, да. И все. Переплывало. Вот такую ширину приплывало? Ну, не такую, поменьше. Вот, короче, чипса со вкусом, роллы Филадельфии, которые ни хрена в Филадельфии не чуются. Да, там вообще круто. Кто пробовал вот это? Это пиар-ход. Специально писали, чтобы люди думали, что они жируют, короче, Филадельфии. На самом деле здесь ни черта нет. И Андрей вот тут поставил уже. Вот, короче, наменитый щука стоит. У меня там куча мормышек лежит. У него мормышка одна, мормышка другая. А что такое мормышки-то? Ну, это там... Ты же сказал, что ты знаешь. Ну, знаешь, мормышка это мормышка. А как она выглядит, я запомнила. Вот Марина знает все о мормышках. Да я не доказательна. Она училась на мормышечном факультете, потому что... Я не на мормышечном. А на каком? На устричном? Или на каком-то... Как-то какое-то слово там есть. Вобль, да? Воблер. Воблер? Ой. Вобль. Да. Поближе надо. Я говорю, Маринка училась на мормышечном факультете. Андрей, ты в курсе? Она тебе не рассказывала? А ты что скажешь мне? Ястреб. Сокол ясный. Расскажи. Поймал себе добычу-то? В небе. В голубом. Поймал себе добычу? Поймал. Своими когтями, которые... Я, короче, походу умею сидеть и всех подначивать. Я сам это... Как папа бы сказал. Какое там слово-то я вспомнила? А, ядовитое. Помнишь? Про соседку говорили, типа, О, она вообще ядовитая старуха, ну, прокладывайся. Может, память нет? Не буду я больше ярцаться. Ну, пока не знаешь, как это стать. Надо подойдем. Вот, а дальше. А. Как? Надо подпоминать. Давай.